Участники автопробега Москва-Коктебель на ретро-автомобилях уже преодолели больше тысячи километров до своей последней крупной стоянки на театральной площади Анапы перед паромной переправой в Крым. Накануне они побывали в Ростове-на-Дону. Автомобилям по 50-60 лет, поэтому по пути часто остановки дело понятное. Машины все древние, то кипят, то ломаются, то не заводятся, то останавливаются, то не трогаются и постоянно туда-сюда, туда-сюда. Обгонять сложно какие-либо другие машины. Нас все обгоняют, разбивают колонны, мы группируемся. Поэтому путь, который на обычной машине современной составил бы, скажем, 5 часов, у нас длится 10 часов. Семья Найговзиных отправилась в путешествие на юг России всей семьей. Глава семьи Игорь – автоколлекционер, владелец почти всех представленных на выставке машин. Ретро-автомобили отправляются в путешествие уже не в первый раз. Это уже не первый пробег наш, который мы устраиваем. Это достаточно, какого по счету, наверное? Третий, четвертый пробег? Первый, да. Первый был вообще в Берлин, в Европу, был такой самый пробный пробег. Сейчас мы решили поехать в Крым и провести людям счастье немного. Среди участников колонны в основном автомобили советской классики, но есть несколько Мерседесов и Кадзиллак. Уникальной машиной легенды ретро-кортежа является Форт Т 1923 года выпуска. Останавливаясь по маршруту в городах, ретро-пробег привозит джазовые концерты и фотовыставку «Люди, события, объекты» бесплатно. Поэтому гости мероприятия, рассматривая автомобили, в это же время слушали качественный джаз от московской группы «Живые люди». Я первый раз вижу, честно. Вот дожила до 40 лет, первый раз. Очень приятно. Я сегодня гость Анапы и очень люблю джазовую музыку. Проходила мимо, не смогла пройти. Сейчас просто получаю от этого большое наслаждение. 1 августа участники ретро-автопробега должны прибыть в Крым. Музыкальный фестиваль «Наш джаз» состоит со 2 и 3 августа в Коктебеле. Музыкальный фестиваль «Наш джаз»